В спортивном мире имя Аркадия Ивановича Чернышева неразрывно связано с хоккеем. Ведь Чернышев — это первая забитая шайба в чемпионатах СССР по хоккею. Чернышев — это 28 лет непрерывной работы на посту старшего тренера хоккейного московского «Динамо». Чернышев — это золотые медали чемпионатов мира и Олимпийских игр. Однако помимо хоккея с шайбой, Аркадий Иванович добивался высших достижений с «Динамо» в хоккее с мячом и футболе. Выступая за футбольный клуб «Динамо Москва», Аркадий Иванович дважды становился чемпионом страны и один раз обладателем Кубка СССР. Чернышев — это не только хоккей с шайбой, хоккей с мячом или футбол. Чернышев — это легенда всего динамовского спорта. Имя Чернышева навеки останется не только в истории отечественного спорта, но и в памяти людей. Каким Чернышев был в жизни специально для «Динамо ТВ», рассказал его ученик и продолжатель динамовских традиций Виталий Давыдов, близкий друг Владимир Кудряшов и сын Аркадия Ивановича Борис. К сожалению, к большому сожалению, пока мы с братом росли, мы его видели очень мало. Хоккей он начинался где-то с середины сентября, сезон начинался и заканчивался в марте, перед чемпионатом мира. И по существу все игроки и тренеры уходили из дома, и где-то до весны их дома практически не видели. И мы где-то, начиная с 1958 года, ему кто-то сказал, что на юге, под Анапу, есть очень хорошее место, где никого народа нет. Песок, как в Прибалтике, в общем, нужно отдыхать с удовольствием. И вот мы 7 или 8 лет ездили туда. В жизни, отданный «Динамо», у Чернышева были не только золотые хоккейные десятилетия. Еще в 30-е годы он становился чемпионом и обладателем Кубка в составе футбольного клуба «Динамо Москва». С сезона 1937 года он начал в основном составе, он у него страны-защитников или полузащитников играл. И вот они в 1937 году чемпионами страны стали, выиграли Кубок. И в 1941-м они тоже начали чемпионат до 22 июня. И он говорит, если бы не война, мы бы и в 1941 году стали чемпионом. Привернулся в Москву, и они уже начали заниматься новым видом спорта, который назывался канадский хоккей. Было много таких явлений, как у Аркадия Ивановича, как у Трофимова, у Блинкова. Вы помните, такие футболисты были. Они тоже совмещали лето с зимой. Летом играли в футбол, а зимой играли в хоккей. Поэтому Аркадий Иванович именно принадлежит к той плеяде, которая застала этот период. Играл в футбол, потом тренировал в футбол, потом играл в хоккей с мячом. Был первый чемпион хоккея с шайбой, когда еще Лева Яшин стоял в воротах. В редкие минуты отдыха Аркадий Иванович посещал театр, страстным поклонником которого он был. Он был культурнейший человек. Он очень любил искусство. Он нечасто приедел, ну где-то месяца полтора раз обязательно. Он все равно говорил, Вовка, когда танцуют Уланово или Плесецкое? Ну я ему, не знаю, помогал, или билеты, или служебные места, пропуска. Он считал, что спорт – это тоже искусство. Ведь так, как играют хоккеисты, выдающие футболисты – это искусство. Чернышев всегда уважительно относился к своим игрокам, внимательно выслушивал любого хоккеиста. Но в тренерском процессе он прежде всего ценил дисциплину и порядок и стремился донести это до своих подопечных. И однажды, когда Тарас куда-то ушел, ну не в игровой день, а там в тренировке, в свободное время было, К отцу пришел Валерий Харламов, говорит, Аркадий Иванович, с вами поговорить можно? Говорю, ради Бога, пожалуйста. И они что-то там часа три-четыре, только Тарасова нет, нет. Просто за жизнь разговор был. Аркадий Иванович, конечно, не был тренер-деспотом, но если человеку говоришь раз, два, три, то иногда вскипал, так сказать, уже по-настоящему. В раздевалке, где я бывал, он мог, как говорится, снять стружку с хоккеистов. Что, одевайте два свитера, и вместо двух часов ты мне ручишь три часа. Спросили мы наших собеседников и о нашумевшем фильме «Легенда-17», в котором личность Чернышева оказалась не отражена. Его, врач, профессиональный, так сказать, точку зрения, то здесь много, конечно, моментов, на которые многим профессионалам эти моменты не нравится. И вот этот дуэт, который получился Аркадий Иванович Чернышев и Тарасов, я думаю, что именно они друг друга просто дополняли. Я не смотрел, хотя меня все спрашивают, почему не смотришь? Я говорю, ну а зачем смотреть, что что-то такое придумано, если я жил, я всех их знал, 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 до сих пор всех их знаю, все, кто жив. И они меня знают, мы с ним по 30-40 лет знакомы со всеми этими игроками. И поэтому я знал жизнь такая, как она и была. Зачем мне смотреть, что придумано, что показывают по телевизору? Аркадий Иванович был очень большой тактик, безусловно. Тарасов являлся очень хорошим тренером черновой работы, то есть учебно-тренировочным процессом. И вот это вот единение такое, которое у них получалось, я думаю, что этот сплав, он достиг пика формы. Не случайно они и выиграли три Олимпиады и девять чемпионатов мира. Во времена, когда в спорте не было миллионных контрактов, на первый план выходили честь родного клуба и честь страны. Любое финансовое вознаграждение воспринималось как весьма приятная неожиданность. 1972 год, Олимпиада в САПО. Это четвертая Олимпиада, которую выиграл отец в будущем старшим тренером сборной СССР. Им за золотые олимпийские медали, причем, заплатили премию от имени спорткомпетита СССР по 300 долларов. 300 долларов. Они и то счастливы были. Ну, получили деньги какие-то там, купили мелочевку на эти. Ну, что можно 300 долларов купить? Ну, они и на это не рассчитывали, потому что они играли с чувством патриотизма за страну. 16 марта, в день столетия Чернышева, многие спортсмены и болельщики собрались, чтобы почтить его память. На доме, в котором Чернышев прожил долгое время, по адресу Ленинградское шоссе, дом 8, корпус 2, состоялось торжественное открытие мемориальной доски. История страны – это история Динамо. Творцы этой истории – старые люди, отдавшие все свои силы служению литере Де. Помнить о легендах и биться только за первые места должен каждый игрок, который выходит на футбольное поле или ледовую площадку в форме великого клуба. Знать великих динамовцев, таких как Чернышев, должен каждый, кто приходит на стадион в динамовском шарфе.